МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Партнеры кулинарного шоу «Семейная кухня». Ресторан восточной кухни «Учкудук». Мясокомбинат «Савва». Дорогие друзья, Чайханауч Кудук приглашает вас в гости отведать самого настоящего узбекского плова, уйгурского лагмана, ташкентского шашлыка и много-много других наивкуснейших блюд Востока. Чайханауч Кудук – место, куда хочется вернуться. Здравствуйте! В эфире кулинарное шоу «Семейная кухня» с Лейлой Савицкой на телеканале М-Телевизион. Вкусное шоу о настоящей еде. Настоящих семейных традициях и о настоящих рецептах. В каждой программе новая семья борется за звание лучшей семьи года, демонстрируя свое кулинарное искусство в приготовлении фирменного семейного блюда. И сегодня своим кулинарным талантом с нами будут делиться участники Алена и Игорь. Ребята, привет! Привет, Лейла! Ален, вопрос сразу к тебе. Я думаю, что у всех наших телезрителей он возник с первых секунд, как только тебя увидели. Скажи, чем обусловлен вот этот мини-карнавальный наряд а-ля Малефисента? Мой наряд сегодня обусловлен тем, что совершенно совсем недавно прошел замечательный праздник – Хэллоуин. Поэтому, собственно, и в этот праздник у нас принято все время наряжаться в карнавальные костюмы различные и готовить традиционные блюда. Добавила еще сережечки, я смотрю, с тыквой. Да, да. С символом праздника. Это тоже потому, что тыква является символом праздника, как и оранжевый и черный цвета, соответственно. Ребята, но сегодня не только карнавальный наряд Алены, ее прекрасные аксессуары говорят о празднике, но и блюда, которые вы будете готовить. Давайте об этом поподробнее. Так, сегодня мы будем готовить три блюда и один напиток. Первое блюдо – это у нас, мы его назвали так, жертвенные поросята. Это будет горячее. Второе блюдо – салат. Салат из тыквы, который тоже традиционно для Хэллоуина. Он будет называться «Добрый дух». Третье блюдо, ну, конечно, как же без сладкого, это будет у нас замечательное печенье «Пальцы ведьмы». Песочное печенье и уже, собственно говоря, напиток. Мы будем готовить традиционный безалкогольный пунш. Звучит немного устрашающе, но я думаю, что это будет очень вкусно. И настало время представить тех, кто сегодня будет все это дегустировать. Наши судьи – владелец ресторана «Восточной кухни Учкудук» Рауля Садулин. Управляющий автосалона «Арт Моторс» Владислав Зверев. Президент Международного Сократовского университета Павел Качагин. Шеф-повар. Долгое время он работал в лучших ресторанах Европы. Здрав Калалич. Каждый из членов нашего жюри будет оценивать блюда, приготовленные участниками, по четырем параметрам. Вкусовые качества, процесс приготовления, оригинальность подачи и философия блюда. Начнем? Начнем. Лейла, обжарим, пожалуйста, нам. Будем жарить мясо. Да. Будем обжаривать фарш. Это говяжий фарш. Мы взяли говяжий именно фарш, хотя можно взять и домашний, и смешанный. Но так как все-таки мы живем в Ашхире, мы решили и так для того, чтобы блюдо было более здоровым, взять чисто говяжий фарш сегодня. Обжариваем на оливковом масле. Да, обжариваем на оливковом масле. Можно на ароматизированном много оливковом, вот как вот здесь. А можно на обычном оливковом масле. Так, Игорь, тебе мы поручим такое дело. Ты у нас будешь резать лук. С удовольствием. Люблю поплакать, особенно на камеру. Да. Я пока займусь тем, что буду тереть тыкву, потому что тыква нам тоже понадобится. Мы добавим ее к фаршу для того, чтобы наша начинка жертвенных поросят наших, соответственно, стала более мягкой, сочной и ароматной. У нас будет сегодня, представляете, жертвоприношение из свинок. На самом деле процесс идет на ура. Хочется попробовать уже, наконец, быстрее эти пальчики ведьмы, да и свинят, поросят разделать. В общем-то, достаточно взять где-то три кусочка, таких небольших, вот такого размера. Натираем на крупной терке. Ребята, я знаю, что вы как-то по-особенному относитесь к празднику Хэллоуин. У вас даже есть такая традиция, что ни разу в вашей семейной уже совместной жизни не было такого года, когда бы вы его не отметили. С чем связана такая любовь к бусурманским, замечу, праздникам? Ну, тут есть такое дело, что, в принципе, мы у нас в семье увлекаемся эзотерикой. Соответственно, про этот праздник я могу сказать то, что это праздник изначально языческий, то есть кельты. Кельты ввели празднование. Кельты. Давай, Ален, сразу поясним нашим зрителям, что такое кельты, потому что, я думаю, не все сейчас поняли. Кельты – это древняя народность, которая проживала ранее на территории Британии, то есть это одно из британских племен. Они были язычниками, и этот праздник, конечно, исконно языческий. В этот день, получается, даже в эту ночь, с 30 на 31 октября, кельтский бог Самхейн открывал врата потустороннего мира и забирал, конечно, символически солнце на всю зиму. Да, а их наряды? Как вам наряды? Да, веселая компания такая, собралась. Ребята, вообще в Хэллоуин наряжаются в костюмы различной нечисти и ходят, пугают соседей, близких, родственников. Скажите, ваши соседи уже ожидают от вас, что скоро с пятого этажа к нам придут? Ох, Лейла, ты знаешь, это всегда сюрприз. Мы все время стараемся ходить к разным соседям, так что пока еще всех удивить. Но, к сожалению, дом у нас всего пять этажей, поэтому мы уже пошли по кругу. У нас дом 15 этажей. Вообще люди наряжаются различного рода карнавальные костюмы и делают свои лица неузнаваемыми именно для того, чтобы злые духи не пришли к ним. Игорь, расскажи, эзотерика ведь это очень обширная тема. Чем еще интересуетесь? Ну, смотри, кроме языческих праздников, да, хотя мы православные, но это нам не мешает изучать другие религии, другие культы. То есть мы этим интересуемся. И это позволяет нам понимать, что происходит вообще в жизни, как нам относиться к тем непонятным вещам, когда у нас дома начинают греметь посуды, открываются створки дверные и что будет. Как-то на это вменяемо реагируют нам... А были такие случаи? Да, действительно, такое есть. Но существует же понятие полтергейст. И не только в нашем доме, мало того, в нашем присутствии, даже в других местах случаются подобные вещи. Правда? Да. Периодически бывает. Наш фарш слегка обжарился. Что делаем дальше? Теперь нам следует в наш фарш добавить лук, который у нас, подварительно мелко, нашинковал Игорь. Теперь можно поставить обратно на плитку и уже практически через пару минут мы добавляем тыкву. Мы ее добавляем именно для того, чтобы блюдо приобрело такой традиционный для Хэллоуина аромат тыквы и сочность. До готовности тыквы жарить не нужно. Мы просто немного дадим им вместе смешаться всем соком. Начинка для наших жертвенных поросят уже готова. Теперь мы немного присолим, буквально пару щепоточек. И добавим приправу итальянские травы. А Игорь уже начинает заниматься тесто. Да, я, чтобы не подводить свою супругу любимую, уже начал разминать тесто. И сейчас мы будем придавать форму нашим поросятам. Кстати, а как тебе то, что у нас в слоеном тесте завернут фарш, а все это свинья, а на самом деле там говядина? Ну, я считаю, это как свинью подложили. Так, фарш практически, все, у нас все питалось. Какое тесто мы, кстати, используем? Мы используем уже готовое слоеное тесто, но оно бездрожжевое. То есть мы не хотим, чтобы наши гости и сами вы, зрители, набирали лишний вес. То есть тесто бездрожжевое, а поросята у нас без свинины. Все замечательно. Я готова отдать тебе, дорогой, уже начиночку. Спасибо. Пожалуйста. Так, дальше мы приступим, пожалуй, к салатам, к нашему салату Добрый Дух. Для него нам понадобится, как я уже говорила, на оливковом масле обжарить небольшие, очень тоненькие, вот подобные вот этим, брусочки из тыквы. Потому что если брусочки будут толстыми, то они потеряют свой неповторимый аромат. И к тому же могут и не прожариться. Ребята, у меня к вам такой вопрос. Ну, понятно, что Хэллоуин праздник вам нравится, и это здорово, традиции. Но почему мы сегодня готовим именно эти блюда? О, ну, это связано с очень интересным моментом. Дело в том, что у нас маленькая дочка. Привет, Никушка. Привет, дочь. Вот, где-то два года назад она смотрела мультик, очень сильно испугалась и говорит, ну, что это за такой праздник, когда все время страшно. Ну, а как ребенку вообще объяснишь по-другому? И мы решили для того, чтобы стало ей интересно, весело и совершенно уже, как говорится, не страшно, решили приготовить вот такие именно блюда, как то поросята, это же весело, пальцы ведьмы, тоже ребенку интересно. Салат, очень полезно. Тыква, кстати, для здоровья прям отличная вещь. Пунш тоже безалкогольный для того, чтобы ребенок свободно мог пить. А для антуража мы всегда добавляем различные мармеладные сладости. Алена, у тебя есть еще всякие маленькие секретики, которые тоже связаны с праздником Хэллоуин. Давай поделимся с нашими телезрителями, потому что, я думаю, очень многим будет интересно узнать секреты от наших участников. Есть такая вещь, что если в ночь, в 12 часов ночи, в ночь с 30 на 31 октября, в ночь на Хэллоуин, одеть всю одежду шиворот на выворот и пойти задом наперед... В полночь. В полночь, ровно в полночь. То можно встретить ведьму. А где нужно идти, неважно. То есть просто выйти на улицу. Да, выйти на улицу обязательно. Но именно в полночь. Ну, конечно, я думаю... Кажется, есть вероятность встретить еще кое-кого, если это оживленная улица. Так, тыкву обжариваем с двух сторон и выкладываем. Кстати, на нашем столе появилась вот такая замечательная большая тарелка. Это для наших будущих поросят. Именно. Которых Игорь, кстати, активно делает. Они уже практически готовы. Из чего мы делаем глазки? Это, ребят, гвоздика. Гвоздика обыкновенная, продается в магазине. Она хорошо засаживается внутри теста. Очень здорово смотрится. В ночь на Хэллоуин, тоже 12 часов, можно погадать и увидеть своего суженого или суженую. Так, вот об этом мне хочется сейчас узнать поподробнее. Да-да-да. Нужно взять зеркало, взять свечу и взять яблоко. Ровно в полночь нужно держать в руке яблоко и смотреть в это зеркало. И обязательно, ну, как бы при этом светит свеча, обязательно увидишь своего суженого или суженую. Так, зеркало, яблоко, свеча. Дорогие телезрительницы, в первую очередь незамужние, конечно же. Я надеюсь, вы все запомнили. Алена, а мне ты обязательно потом расскажешь еще раз поподробнее. Конечно, мы даже вместе можем попробовать. Алена, обжариваем золотистые корочки. Да, обжариваем где-то 2 минутки на обжаривание на сильном таком огне. Ну, просто надо следить, конечно, за этим. Ты когда-нибудь слышал, что есть традиционные блюда на... Нет, такое не слышал, тем более, что поросенок. Традиционные блюда. Нет, просто я... Ну, остаюсь по-прежнему, что эта очень мургименная идея мне очень понравилась. Ну, ребенку что-то надо сказать, да? Нет, обманут, ну как этот, прилечь его к блюде, чтобы попробовать, покушать. Дорогие телезрители, я напоминаю, что вы смотрите кулинарное шоу «Семейная кухня» на телеканале М-Телевизион. И наши жертвенные поросята уже практически готовы, выглядят очень аппетитно. Игорь, что делаем дальше? Ну, если бы мы в средние века жили, мы бы ничего не делали, мы бы поросенка просто закололи. Но так как мы живем в современном обществе, мы сейчас отправим их томиться где-то минут на 13-15 в духовой шкаф. Для этого выложим на противень, который мы предварительно смазали оливковым маслом, прям самую чуточку. Алена, мы пока с тобой займемся салатом. Да, мы занимаемся салатом. Что нам для него понадобится? Для него мы уже предварительно где-то две минуточки обжарили тыкву. Мы берем сыр. Как мы его режем? Мы его режем небольшими такими квадратными кусочками. Где-то по 5-7 миллиметров. Первый слой в нашем салате это тыква. Позвольте. Игорь, пожалуйста, Милый, раскладывай. Далее, я в это время, пока Игорь раскладывает тыкву, а Лейла режет сыр, буду ломать грецкие орехи. Ломать их нужно не очень мелко, буквально вот где-то на четвертиночке. Скажи, чего никогда не бывает в вашем холодильнике? Так, сейчас я скажу. В общем-то, мы стараемся... Вспомни весь список. То есть, очень за здоровое питание, да? В общем-то, очень за здоровое питание. Мы очень любим воду. Да, кстати, вода основа действительно существования человеческого организма и воды. Действительно, нужно пить достаточно много. В нашем холодильнике... Милый, что у нас на ужин? Кипяток. Кипяточек. Не бывает копченостей, колбас. Ну, я уже совершенно не говорю про сало. Также каких-то ненатуральных продуктов. Промышленные сладости не попадают к нам в дом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин